Как разрешить проблемы, возникающие при ликвидации аварийного жилья? Будут ли и дальше разрабатывать механизмы переселения граждан из бараков в новые квартиры? Эти и многие другие вопросы обсуждали в Москве на заседании рабочей подгруппы Государственного совета при президенте России. На этот раз ее руководителем стал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Накануне состоялось первое заседание. Подробности у Дмитрия Ковалева. Задачи, которые президент России поставил в майских указах 5 лет назад, регионы справляются. Хотя поначалу эти планы называли амбициозными. В стране из аварийного жилфонда переселено более полумиллиона человек. Программу необходимо реализовать до сентября этого года. По итогам прошлого года были сохранены высокие темпы. И на сегодня полностью расселили все аварийные дома. Которые были признаны таковыми на 1 января 2012 года. 9 регионов Российской Федерации. Большинство регионов в целом справятся с той задачей, которая была поставлена в майских указах. Если брать в родной город, где родился город Чубаксары, считайте, что вы за последний, за 2014, 2015 и 2016 год просто переселили целый административный центр в новые комфортные условия. Программу ликвидации аварийного жилья сравнивают с периодом комсомольских строек. Цифры впечатляют. За 9 лет на переселение граждан было направлено более 500 миллиардов. Но деньги только верхушка айсберга. Реализация федеральной программы простимулировала строительную сферу и позволила внедрить новые механизмы при возведении домов. Мы внедрили вместе с фондом механизм, наверное, уникальный для страны, когда мы даем субъектам возможность забрать деньги 2017 года. Они еще в 2015 году могли забрать деньги 2017 года и, соответственно, иметь гарантированный объем финансирования для того, чтобы заключать контракты долгосрочные. Радикально в три раза сократили перечень условий предоставления поддержки, в три раза сократили сроки рассмотрения заявок, ввели, посчитали весь этот аварийный жилищный фонд. Каждый губернатор подписался под этими цифрами. Но обнажились и проблемы, которые необходимо решить в сжатые сроки. Низкая оценочная стоимость аварийного жилья не позволяет собственнику рассчитывать на то, что он на компенсацию сможет купить себе другое жилье. Особенно актуальны проблемы в отношении граждан, для которых аварийное жилье является единственным. Понятно, что даже после реализации федеральной программы проблему аварийного жилья решить полностью не получится. В перспективе необходимо разработать новые правила переселения граждан. Мы все понимаем, дальнейшая перспектива полностью на безвозмездной основе это не может быть. И здесь нужно использовать другие инструменты. Один из способов решения проблемы ликвидации аварийного жилья предложил Михаил Игнатьев. Глава республики отметил, что в перспективе собственники домов могут заключать соглашения с застройщиками, в которых будут учтены интересы обеих сторон. Члены подгруппы идею поддержали. Все предложения членов рабочей группы лягут в основу доклада, который будет озвучен президенту России. Расширенное заседание госсовета назначено на май. Ожидается, что именно в Кремле спустя пять лет после подписания указа Владимира Путина будут подведены предварительные итоги реализации программы и намечены дальнейшие планы. Очередное заседание рабочей группы по подготовке госсовета назначено на конец марта. Именно тогда будет сформирована окончательная версия доклада. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова